Биткоин тонет, альткоины падают еще хуже биткоина. Как же я могу сидеть за этим микрофоном с улыбкой на лице, говорить о том, что все это просто отлично, как для биткоина, так и для альткоинов. Просто все идет по плану. Досмотрите это видео до конца, особенно если вы новичок на этом рынке. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Не забудьте подписаться и поставить лайк, если вы впервые на моем канале. Мы очень быстро растем и скоро нас будет уже 82 тысячи. Было бы очень круто до нового года таки получить 100 тысяч подписчиков и серебряную кнопку, которую я потом обязательно вам покажу. Вчера сделал видео, пошел спать, а просыпаюсь в 5-6 утра и вижу, что биткоин просыпался вниз. И крипто-сообщество начало сходить с ума в ужасе и страхе. А я сижу, читаю все эти посты, ужасающие названия видосов и думаю, мы же наконец-то дождались этой долгожданной просадки. Вы же сами ее хотели, что вас не устраивает. Но знаете что, 20 ноября, то есть 6 дней назад, я сделал видео, где показал свою конкретную цель выхода из этого треугольника. И это 19 250 долларов. Фактически биткоин достиг ее уже 21 ноября, то есть спустя сутки после моего видео. Протестировал ее в качестве уровня сопротивления множество раз, затем пробил, протестировал снова, но уже в качестве уровня поддержки. Этот тест не оправдался, и поэтому цена биткоина резко улетела вниз. Минус 12%. Все это на самом деле было в моем плане еще неделю назад, поэтому я совершенно не удивлен. Но что будет дальше? Меня спрашивают, куда будем падать? Я проделал всю эту работу наперед и теперь готов показать вам ее результаты. Начнем с того, что я напомню вам это макровидение рынка, которое я недавно вам показывал. Это сетка Fibonacci. Вспомните про золотой карман. Биткоин сейчас находится именно там, где он исторически должен быть. Сейчас я покажу вам отрывок из моего недавнего видео, где я сравнивал предыдущий цикл с актуальным. Если сейчас произойдет похожий откат, это вернет цену биткоина к 13 500 долларов. И самое интересное, что это как раз таки отметка нижней границы золотого кармана. Почему это интересно? Потому что в прошлом цикле, посмотрите, после того, как цена биткоина ушла за пределы золотого кармана, RSI оказался в зоне перекупленности и произошел откат на приблизительно 30%. И цена биткоина коснулась нижней границы золотого кармана. После этого продолжила свой рост. Улавливайте аналогию. Очень похожая ситуация, в которой мы сейчас находимся. Давайте посмотрим на крайний цикл биткоина. Цена биткоина вошла в этот золотой карман Fibonacci, выросла выше него, достигла практически исторического пика, дав при этом 20% роста. Запомните эту цифру. И затем ушла вниз до верхней границы золотого кармана. При этом недельный RSI был перекуплен. Я говорил в своих видео, сравнивая эту ситуацию с той, в которой мы находились, что биткоин может повторить этот сценарий. Потому что мы находимся в точно такой же части этого цикла. Смотрите, биткоин зашел в этот золотой карман. Затем вырос почти на 20%. Вау! Как и в прошлый раз, почти достигнуя исторического пика, до которого оставалось всего 300-400 долларов. И теперь он начинает откатываться. Точно так же, по аналогии с прошлой ситуацией, он может откатиться до верхней границы кармана. А это 16300 долларов. Вот конкретная цель. Но запомните, это падение. Неплохое событие для биткоина. Наоборот, наоборот, ребята, это очень хорошие новости. Просто отличные. Так как мы видим, что прошлый цикл сейчас повторяется просто идеально. Даже, блин, проценты совпадают. А еще мы знаем, что прошлый цикл завершился чем? Именно. Параболическим ростом до нового исторического пика. В 2017 году. Блин, еще раз, посмотрите на эти две ситуации. Зашли в золотой карман. И там, и там. Выросли выше кармана на 20%. И там, и там. Почти коснулись исторического пика. И откатились. И там, и там. При этом перекупленность на недельном таймфрейме присутствует и там, и там. И теперь посмотрите, что было после этого в 2016 году. Мы как будто переживаем дежавю прямо сейчас. Как это называется? Сбой в матрице. Мне хочется думать, что в криптопространстве становится много новичков. Судя по тому, что лишь за два дня на мой канал подписалось более 800 человек, мне хочется в это верить. И это важное послание всем этим новеньким людям. Я понимаю ваши чувства. Возможно, вы впервые в жизни купили биткоин или другую криптовалюту, а теперь видите падение на 10-15% и переживаете. Это не повод считать, что криптовалюта это какой-то развод. Нет. Я просто хочу поговорить об этом. Мы никогда не можем сказать точно, что произойдет с биткоином и со всей криптовалютой. Может и вправду все это провалится со страшной силой, но это самый негативный сценарий, который лично мне кажется маловероятным. Но к которому каждый из нас должен быть готов. Я в этой сфере так долго, что видел и не такое. Я переживал падение с 1100 долларов до 300, я переживал падение с 20000 долларов до 3000, я пережил коронавирусное падение в марте. Сначала я терял много-много денег, и я не имею в виду много по цифрам, я имею в виду много лично для меня и моих доходов. Одно дело потерять 100 долларов, когда у тебя всего 100 долларов, другое дело потерять 1000, когда у тебя 100 тысяч, понимаете разницу? Но затем я понял одну простейшую истину. Когда биткоин жестко падает, я должен покупать, и все. Каждая огромная просадка биткоина, это фактически моя точка входа. На дистанции в 2-3 года эти просадки дали мне прибыль. Посмотрите на недельный график, да даже если биткоин сейчас обвалится на 30%, этот график все равно будет выглядеть отлично. Это магия больших таймфреймов на биткоине. А теперь давайте перейдем на 4-х часовой график и поработаем с маленькими таймфреймами. Здесь мы видим симметричный треугольник, из которого цена биткоина попыталась вырваться вверх, но безуспешно. Смотрите, прямо на моих глазах, очень красиво цена биткоина пытается вернуться обратно в пределы этого треугольника. Я постараюсь максимально быстро смонтировать это видео, ведь тут счет идет буквально на минуты, сейчас решается судьба биткоина, мы идем вверх или вниз. Целью пробития цены из этого треугольника является, в случае пробития вверх это 20794 доллара, и это фактически преодоление предыдущего исторического пика. В случае пробития вниз это 15750 долларов. Откуда взялись эти цели? Это высота этого треугольника в моменты пробития ценой биткоина границ этого треугольника, все достаточно просто. Итак, условия достижения той или иной цели. В случае, если цене биткоина не удается вернуться в границы треугольника, актуальнее будет нижняя цель. В случае, если цене биткоина удается это сделать, актуальнее будет верхняя цель. Многие говорят сейчас, что биткоин и вовсе должен уйти на 13 тысяч долларов. В этом тоже есть некая логика. Не забывайте о золотом кармане Фибоначчи на недельном графике, это то, что я называю входом в бычий рынок. Двери в буллран. Мы сейчас говорим об очень глобальной картинке, которая захватывает практически 4 года. В прошлый раз на недельном графике цена биткоина откатилась до нижней границы кармана, то есть до уровня отката 0,618 по Фибоначчи. Если цена биткоина повторит это сейчас, то мы увидим цену около 13,5 тысяч долларов за монету. Но если честно, я считаю это маловероятным сценарием, ведь в прошлый раз это случилось после достижения исторического пика, а затем после этого был длительный медвежий рынок. Сейчас ситуация абсолютно другая. Мне кажется, вот этот сценарий будет более актуальным, ведь он практически идеально повторяет крайний цикл, и переменные в нем точно такие же. Тем не менее, держим в уме нижние цели движения для биткоина. Это 13,5 тысяч, 15 тысяч 750 долларов, и верхняя цель это 20 тысяч 794 доллара. Еще кое-что напоследок, ребята, рост биткоина в долгосрочной перспективе, это не просто неизбежность, это необходимость, которая запрограммирована в самом биткоине. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин